Крот Ночью, чтобы поймать крота Ночью В костюме стука червя У всех есть дома Костюм червя? Молодцы! В костюме червя Сидим над дырочкой, из которой появляется крот И размахиваем над дырочкой Буклетиком Лазерная коррекция зрения для животных И при этом поем Стиви Уандера Стиви Уандера Слепым нравятся слепые Сидим, поем И буклетиком На I love you крот по-любому вылетит Либо подпеть, либо подлечиться Хватаем двумя пальцами за ноздри Дергаем наш крот Дальше погнали Следующее маленькое животное Это, сука, ежик Ежика, кто видел Поднимите руку Ну слава богу Чтоб победить ежика Ежик Вот вы знаете, ежик, сука, злой Ежик, сука, злой Почему? Потому что маленький Да-да-да Все маленькие злые Потому что у них сердце близко к жопе Ежик, сука, злой С ним надо пожестче Чтоб победить ежа Понадобятся яблоки и грибы Съедаем грибы И пока они действуют Выкалываем глазные яблоки ежу Выкалываем глазные яблоки А слепой ежик Это уже, сука, крот А как ловить крота Мы уже выучили Давайте покрупнее животных Лиса Вот лиса, сука, хитрая Самое хитрое животное Лиса Сидит, падла, прячется в норе Охотники знают, что лису из норы надо выкуривать Лучше всего выкуривать марокканским гашишем Не надо смеяться, пацаны Не надо марокканским гашишем Выкуриваем марокканским гашишем Лиса по-любому выйдет из норы По-любому выйдет за минералкой Потому что это марокканский гашиш Но помните, как только лиса выйдет за минералкой Самое главное правило Не вступать с ней в разговоры Потому что это марокканский гашиш Еще раз говорю Следующее животное покрупнее Это медведь Медведь, сука, сильный Поэтому либо ему сразу отсосать Лапу, девочки, лапу Лапу отсосать медведю Он тогда становится слабым Можно его победить Но лучше есть другой способ Медведь, он хоть сильное животное Все мы помним в сказке Медведь большой, но такой добрый Сентиментальное животное Зверь сентиментарий такой Поэтому, пока медведя нет в берлоге Нужно туда проникнуть Посидеть на его стульчике И сломать его Поесть из его миски И полежать в его кроватке И помять ее Ситуация как в сказке Приходит медведь, смотрит Кто-то сидел на стульчике, сломал Кто-то поел из миски, кто-то помял постельку И как в сказке медведь начнет искать Кого? Машеньку Правильно, Машеньку Он будет ходить по берлоге Маша, Машенька В этот момент надо выскочить и сказать Мария скончалась Это нахер убьет медведя Самое сентиментальное животное Медведь Давайте красивых животных Питон Кто видел питона? Бля Питон, сука, длинный И красивый Чтобы поймать питона Понадобится Кролик Тазик Цемент Вода Все Насыпаем на кролика цемент Ставим тазик с водой Ползет, сука, питон Смотри, кролик Набрасывается Ест его и пиздец Бетонная колонна 16 метров Обтянута натуральной кожей 18 тысяч метров Стоит евро В Москве На Рублевке Завтра все идем охотиться на питона Все Кто еще есть? Какие животные? Ленивец Ну с ленивцем тупо подходим Берем и уходим Все Да Вот и вся охота Но счастливайте Самое умное и хитрое животное Я вам расскажу Мужики Достаньте ручки Запишите Лучше не запоминать Лучше записать Носорог Чтобы идти на носорога Мужики Надо прежде всего Правильно одеться Поверх Памперсов На носорога Без памперса Идти глупо Поверх памперсов Надеваем Плотные штаны Желательно Сука Из стали Мальчики Не надо смеяться Вот такой рок Штаны из стали И обязательно Мужики С зеркалами заднего вида Не надо Я говорю Вот такой рок Вот такой Зеркала заднего вида Обязательно Мужики И запомните две вещи Носорог Очень умный зверь Очень умный Поэтому рассчитывать На простой русской Кыш Глупо Кроме всего этого Носорог Очень мощное И сильное животное Поэтому рассчитывать На простой русской На бля Тоже глупо Лучше вообще Не идти на носорога Но есть зверь Который появился Недавно Вот не дадут мне Собрать питерские Они наверное видели Есть питерские Охотники здесь Вот это они орут Есть новый Опасный зверь Называется он Единорог Единорог Это носорог Который голосовал За единую Россию Вот это стука Умный Хитрый И опасный зверь На него лучше Вообще никогда не охотиться Да лучше вообще На охоту не ходить Ходить на хорошие праздники Например на день рождения Ура Дам рождения Спасибо Ну Позволю себе Конечно артист меня выгоняет Уже у нас большая программа Еще один маленький монолог Про отдых Поднимите руку Кому удалось отдохнуть В этом году Съедеть куда-то Погататься на лыжах Может быть Понырять Сука Смотрите Больше людей Чем увидела лесу Или крота А поднимите руку Кто собирается поехать отдохнуть Так А поднимите руку Кто не поедет отдыхать Так Ну не так много Но Вы не беспокойтесь На самом деле Сейчас я вам расскажу Как можно отдохнуть Не выходя из своей квартиры Под ваши аплодисменты Поехали Сука Привет Я вас приветствую От нашего нового общества Сука Психотуристов Сука Это из-за нас Станавливают самолеты И не пускают нас поезда Это мы Не можем купить билеты Даже на трамвай Поэтому Мы не ездим Ни на отдыхе Никуда Мы вынуждены отдыхать Сука дома. Сегодня я расскажу вам, как устроить любой экстремальный отдых, не выходя из квартиры. Итак, горные лыжи. Поднимите руку, кто участвовал. Горные лыжи, сука, опасные. Скажи, чтобы устроить дома горнолыжный курорт, нужно выпить с утра бутылку водки. Да-да-да. Люди знают, что такое выпить с утра бутылку водки. Видите, как смешно им. Выпить бутылку водки, выйти в подъезд, намазать ступеньки вазелина, развить на стены фотографии олигархов, Прохорова, Потанина, кровью, сука, написать Куршавель. Курорт готов. После этого выпить еще одну бутылку водки и слышали выйти на вазелиновую трассу. В руки берем подушку, разрываем подушку и пока падают перья, чуть пьяным веселым голосом поем снегопад, снегопад. И на втором куплете, сука, мимо кровавой надписи Куршавель, несемся по вазелиновой трассе вниз к почтовым ящикам. Горные лыжи – это пипец. Дальше, следующий вид отдыха – это серфинг. Серфинг, сука, опасный. Поднимите руку, кто участвовал. Видите, мало кто. Один, мужик только участвовал, перебинтованный рукой машет. Серфинг. Чтобы дома узнать, что такое серфинг, нужно стоять в мокрых лосинах на гладильной доске и ловить волну. Многие ловят волну под названием маяк. Это неправильно. Если серфер поймает маяк, будет пиздец и серферу и маяку. Поэтому лучше серфингом не заниматься. Давайте для вас другое. Более рафтинг. Кто знает, что такое рафтинг? Молодцы, мужики. Вот они все знают. Молодцы. Рафтинг, сука, это когда вот так вот няу, по горным речкам на этом, прям на каком-то плавсвете, лодочке этой бедной. Няу, няу, няу. Вот это рафтинг. Чтобы понять, что такое рафтинг, не выходя из квартиры, возьмите говорящего попугая и смойте его на корму унитаз. Потом поезжайте на очистные сооружения, птица обязательно поделится своими впечатлениями. Обязательно. Дальше. Дайвинг. Кто участвовал, поднимите руку. Дайвинг, сука, экзотический. Дайвингом занимается, чтобы посмотреть экзотических рыбок. Значит, для начала идем в магазин, покупаем два ведра кильки. Дома каждую кильку обматываем цветной изолентой, в жопу засовываем разноцветные перья, рыбки стали экзотическими. Пересыпаем экзотическую кильку в ванну и начинаем делать море. Значит, для дайвинга, для дайвинга нам понадобится маска, обязательно. Желательно маска зайца. Потому что ныряющий заяц это уже пиздец какой экстрим. Надеваем майску зайца и делаем море. Значит, для дайвинга подойдет красное море, мертвое море и черное море. Чтобы сделать дома мертвое море, нужно много соли и труб. Чтобы сделать красное море, нужно 8 литров кетчупа. А чтобы дома сделать черное море, нужно в ванной наплевать бычков, семечек, жвачек, под ванну насрать, в ванну нассать. Вот вам, сука, черное море. Кто был, тот помнит. Но самый народный вид отдыха, который можно сделать дома, это пикник. Начни, чтобы прочувствовать, что такое настоящий пикник, начните бухать в 5 утра. В 10 утра возьмите топор, помашите пару часов и положите рубленую мебель на газовую плиту. Костер готов. После этого ходим по квартире в одних трусах и шлепанцах. В одной руке освежитель воздуха хвоя, в другой шило. Разбрызгиваем освежитель воздуха хвоя и тыкаем себя с шилом со всех сторон приговаривая, как мне задрали эти комары. Но самое главное на пикнике, это что? Это к вечеру наступить в говно. И именно в этом состоянии ложиться спать. Да, спать на пикнике только в говно. Но помните, перед сном не забудьте пописать на газовую плиту, потому что незатушенный костер может стать причиной пожара в лесу. А в общем, отдыхайте модно, красиво, не выходя из квартиры, а сегодня не выходя из этого зала. С днём рождения, приятного отдыха, спасибо.